10 правил, которые должен знать каждый дизайнер. Почему в презентации нельзя использовать подчеркивание, какие кавычки правильно использовать, чем тире отличается от короткого, тире отличаются от дефиса, отличаются от минуса, и почему висящие предлоги не нужно переносить, и много чего другого. Привет, я Миша, мы вместе с тобой учимся правильно оформлять презентации. В этом видео я собрал те правила, в которых частенько путался, сам допускал ошибки, я в них на 100% разобрался, и хочу поделиться с тобой. Сначала я расскажу все правила, в конце видео будет текст, и тебе нужно будет найти все ошибки в оформлении этого текста, так что смотри видео до конца. Знал ли ты, что всего существует более 20 типов кавычек? Они впервые начали употребляться в письменности, в каждом языке появлялись в разное время, и даже если мы на них посмотрим, видно то, что они плюс-минус друг на друга похожи, но и сейчас в каждом языке используются свои кавычки. В русском языке правильно использовать два типа кавычек, это французские елочки или немецкие лапки. Выглядят они именно так и никак иначе. Для названий, прямых речей, отсылок, цитат мы используем только кавычки елочки. Другие кавычки использовать недопустимо, даже если они больше нравятся или их просто захотелось, нет, только кавычки елочки. А вот второй тип кавычек лапки используются только в качестве исключения, когда нужно выделить, например, одну букву, и только ради того, чтобы не нагромождать всю конструкцию. Или их можно употреблять внутри других кавычек, например, если у нас в прямой речи приводится какое-либо название, сама прямая речь будет у нас в кавычках елочках, а само название внутри елочек будет уже в лапках. Если после кавычки или скобки предложение заканчивается и там стоит точка, или другой любой знак припинания, запятая, точка запятой, тире, мы этот знак вносим за скобку. А если заканчивается вопросительным знаком, восклицательным или многоточием, и напрямую относится к тому тексту, который находится в скобках или в кавычках, он ставится внутри, и после кавычек уже знак не дублируется. Вы. С какой же буквы писать? С маленькой или с большой? Очень много мне присылают презентации, я очень много вижу ошибок, связанных с этим правилом. Вы всегда пишется с маленькой буквы на сайтах, презентациях, почтовых рассылках, в рекламных объявлениях всегда, абсолютно всегда пишется с маленькой буквы. Вы пишется с большой буквы в начале предложения, и в качестве исключения только в личной переписке с очень, очень уважаемым человеком. Номера телефонов пишутся справа налево по две цифры, именно в том формате, в котором мы привыкли их проговаривать. Разделяются дефисом без пробелов. Что такое дефис, поговорим чуть-чуть позже. В номерах-телефонах, где цифр больше шести, крайнюю левую группу отбивают в отдельные три цифры. Так номера телефонов легче считываются и проще запоминаются. Добавочные номера, а также код города выбивается отдельно в скобки, для того, чтобы было понятно, что это не есть сам номер. Мобильные номера телефонов начинаются с кода страны. В России это плюс семь, никаких, плюс восемь. Дальше код оператора отбивается пробелами без каких-либо скобок. И обычный номер телефона также справа налево по две цифры отбивается дефисами, и в номере уже пробелов нет. Еще супер важно, когда мы добавляем номер телефона в презентацию или на сайт, настраивать на нем ссылку, для того, чтобы я прям с телефона мог на него нажать, и у меня начался звонок. Вот, например, так нажимаю. У меня тут открыта ссылка. И сразу, хоп, он мне предлагает сделать звонок. Ширина абзаца. Вот то, что ты сейчас видишь, это слишком длинный абзац. Проблема в том, что такие длинные абзацы неудобно читать. Мы начинаем читать слева, читаем, 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 строчка закончилась, и нам нужно делать слишком длинный путь своим взглядом обратно. Потом снова читаем, 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 снова такой длинный путь. Это сбивает чтение. В книгах это воспринимается еще нормально, потому что она вот, она перед нами. На экранах, они чаще все же дальше от нас, чем книга, мы, делая такие абзацы, просто мешаем зрителям читать текст. От 40 до 80 символов размер текстового блока вполне комфортно будет считываться человеком. Выравнивание по ширине вроде бы очевидная вещь, но выравнивать по ширине просто так нельзя, потому что в тексте образуются пропасти, которые делают текст некрасивым и мешают его читать. Если есть задача сделать выравнивание по ширине, то нужно вчитываться текст и переносить слова по слогам, так текст будет гораздо аккуратнее. Или не заморачиваться, сделать выравнивание по левому краю, так будет выглядеть не менее красиво, а правый рваный край тоже хорошо воспринимается глазом. Если тебе эти правила кажутся сложными, хочется поподробнее разобраться в теме, потренироваться на практике, приходи на мой большой онлайн-курс по презентациям в PowerPoint. Лично я проведу тебя по всем темам курса, от подбора цвета для своей презентации, заканчивая сложный инфографик и сложными диаграммами. Тесты, упражнения, самостоятельные работы, чек-листы, разборы твоих слайдов, проверка домашек, обратная связь. Подробнее про курс можешь почитать по ссылке в описании. И поехали дальше. Двойные пробелы в тексте. Тут особо ничего говорить не нужно, это 100% косяк, за этим нужно следить и не допускать такого. Может быть не все на это обращают внимание, но это точно не делает текст лучше. Пример из книги, которая мне попалась, скорее всего человек не перенес на следующую строчку, а пробел убрать забыл, из-за этого образовался лишний отступ. О, моя любимая тема. В русском языке существует 4 вида горизонтальных черточек. Дефис, минус, короткое, тире, тире. Самая короткая черта, дефис. Обычно по длине она меньше, чем строчная буква и по высоте находится на середине строчной, потому что очень редко, когда используется рядом с большой прописной буквой. В русском языке есть 23 правила, связанных с дефисом. Мы привыкли их видеть в переносах, в сокращениях, с частицами, с приставками и только в тексте, без использования цифр. Минус. Кто-то может подумать, да какая разница? А нет, он сильно отличается от дефиса и тире. По длине и ширине минус равен серединке плюса, или же одной черты знака равно. И выровнен он уже в середине прописных знаков, для того, чтобы находиться в середине цифр на одном уровне вместе с плюсом. Употребляется минус только в математических формулах. И вот посмотрите, сейчас это нагляднейший пример, где расположены все знаки. Короткое тире, оно по своей длине уже равняется ширине строчной буквы. В разных шрифтах, конечно, по-разному, но плюс-минус оно вот так и равняется. По высоте оно находится точно так же, как и дефис, на серединке строчной буквы. Используется только в интервалах с цифрами. Обычно мы привыкли их видеть в годах, например, 1941-1945. В интервалах, где цифр нет, например, поезд Москва-Санкт-Петербург используется уже тире и отбивается пробелами. В короткое тире пробелами не отбивается. Это важно. Ну и, наконец-то, тире это самая длинная черта в типографике. Обычно по своей длине она равна или даже вот в этом случае больше буквы М, самая такая широкая буква. По высоте находится в середине строчной буквы вместе с дефисом и коротким тире. В первую очередь тире означает пропуски союзов, членов предложения. Мы чаще привыкли видеть тире в прямых речах, в определениях, в интервалах, например, бесчислительных интервалов Москва-Воронеж. Самое время отвлечься, поставить лайк этому видео и напиши в комментариях, правильно ли ты раньше использовал тире, короткое тире, минус и дефис. Определенно точно понятно, что от висячих предлогов нужно избавляться. Но вот вопрос, какие предлоги будут висячими и все ли нужно переносить? Есть заблуждение, что предлоги в конце строки делают текст хуже читаемым. Это не так, переносить предлоги нужно только из-за эстетических соображений. Ну и действительно, когда предлоги переносятся на следующую строчку, текст у нас группируется в блок и выглядит вполне аккуратно. А например, такой вариант, заголовок в таком формате, что у нас с предлогом на? Он у нас не висит, он у нас находится внутри текста. Если мы его перенесем на следующую строчку, у нас начинает висеть все слово, оно даже у меня на слайд не помещается. И вот в такой ситуации предлог, конечно же, лучше не переносить. Вот еще пример, блок текста вполне хорошо выглядит, а если предлоги все перенести, то образуется непонятная лестница, и буква Е, она вообще выпадает из-за направляющей и не умещается тоже на слайде. То же самое с выравниванием по центру. Вот мы видим блок текста, буква В, очевидно, сейчас висит. Мы переносим их все на следующую строчку, и буква В продолжает висеть. И что же в этой ситуации делать? И вот самый оптимальный вариант. И мы, как мы видим, что правило с переносами предлогов, оно не такое однозначное, в каких-то ситуациях нужно переносить, в каких-то не нужно. И самое главное, что теперь вы сможете аргументировать любое свое решение. В конце заголовков точка не ставится, даже если заголовок состоит из нескольких предложений, и точка ставится в каждом предложении, кроме последнего. Другие знаки припинания, типа вопроса восклицательного знака многоточия, не опускаются, их важно использовать, потому что они передают смысловую нагрузку. Но если вы поставите точку в конце заголовков, это не будет грубой ошибкой. Точку можно ставить, особенно если вы хотите подчеркнуть свою правоту, настаиваете на каком-то одном конкретном факте, либо хотите дополнительно передать эмоцию, точку в конце заголовка поставить можно. Есть у меня тут один ролик на канале, где я переделывал слайды зрителей, и в одном из заголовков не убрал точку. И в комментариях там мне захейтили. Правильно сделали. Если ролик этот не видел, можешь пойти после этого посмотреть. Когда оформляешь презентацию или сайт, нельзя просто так брать и подчеркивать текст. Подчеркиваются в презентации только кликабельные ссылки. И я понимаю, скорее всего, хотелось выделить что-то важное по тексту, и поэтому включилось подчеркивание. Но есть куча других разных способов выделять важные тезисы на слайде. Подчеркиваются только ссылки. Так мы зрителю подсказываем, что здесь что-то спрятано. Ну нажми сюда, нажми сюда. И еще желательно выделить ее другим цветом. Если вдруг хочется видео, как выделять тезисы важные, напишите в комментариях. Я абсолютно все комментарии читаю. Вот этот текст, твое упражнение. Останавливай видео и ищи ошибки. И напиши в комментариях цифры, сколько ошибок оформления в этом тексте ты нашел. Правильные ответы я через пару дней после выхода видео пролайкаю. Ну и даже там, если смотришь видео через год после выхода, все равно потренируйся и напиши комментарий, потому что даже через год я твой комментарий все равно прочитаю. Не забудь, пожалуйста, поставить лайк на видео, если тема тебе интересна и понравилась. Именно по твоим реакциям я понимаю, что эта тема интереснее, и больше и больше про нее рассказываю. Подписывайся на канал для того, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо, ты прям вообще молодец, что досмотрел до конца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok